Всем привет! Сегодня хотел бы немного пояснить о приставках, именно таких модельках. Сейчас приехало очень много таких приставок, как видите, три коробки, приехало очень большое количество. Сейчас поясню, расскажу, почему стоит брать именно такие вот модельки, именно такие вот. И поясню вообще, как они друг от друга отличаются по сравнению с этими и чем же они лучше. А также в наличии есть такие приставочки, они на базе Xiaomi, у них пульс с голосовым управлением, аэромышью, работает по Bluetooth. Вот такая вот у него, такой интерфейс. Выглядит очень приятно. Сама по себе шустрая, правдивая, честная 2х16, то есть две оперативки и 16 внутренней памяти. Работают хорошо по возвратам, ну вот одна штучка была вроде по возврату. И всё, а так все берут, всем нравится, видите, да? 2х16. 5G также поддерживает, точнее 5 ГГц. Итак, поговорим, чем же отличаются приставки друг от друга. На первый взгляд, вроде как, они полностью идентичные, то есть похожие. И особо разницы никакой нету. Но именно вот эти приставки я продаю, и именно эти приставки, они очень хорошие. За свою цену по 2000 люди у меня их берут. За свою цену они очень хорошие. Не тормозят, конечно, если у вас хороший интернет. Ну и, в принципе, отрабатывают за свою цену. Эти приставки, они очень тормозящие. То есть, они прям тупят. По-другому не скажешь. Ну вот. И сейчас поговорю, объясню, почему стоит смотреть именно на такие. И по каким критериям. Во-первых, Netflix. На коробке должен быть такой значок Netflix. Здесь его нету. То есть, все такие вот значки есть. Немного отсвечивает. Видите, да? Все вот прям точь-в-точь. Но обязательно должен быть значок Netflix. Дальше. Ну, смотрим, да, как нарисована здесь приставка, и как нарисована здесь приставка. Все равно тоже вот отличается. А задний фон. Здесь он более темный, здесь он более светлый. Это тоже учитываем. Теперь переворачиваем. Тоже отличаются. Задний фон, он более яркий. У этой приставки более тусклый. И по вот таким вот критериям тоже смотрим. По значкам. Здесь они есть, здесь их нету. Хотя выглядит вроде как, на первый взгляд, одинаково. Дальше. Открываем. Здесь видим такую. Здесь открываем. Нету ничего. То есть, видите, да? Тут есть такая штучка, а здесь нету. Дальше. Открываем. На первый взгляд тоже. Вроде одинаково, да, приставки. Но нет. Берем. Достаем эту. Смотрим. И эту. Первое, что должно броситься в глаза, это вот это вот 4К. Здесь оно вот на таком белом фоне. То есть, обведено. Здесь нет. Это тоже надо учитывать. Дальше. Смотрим по выходам. Здесь выходы USB. Они такие вот беленькие. Здесь черные. Сейчас уберу эту наклейку. То есть, видите, да? Черные. Дальше переворачиваем. Ну, здесь оно вроде одинаковое. Но, опять же, смотрим на USB. Здесь оно белое, а должно быть черное. У хорошей приставки должны быть черные выходы USB. И сама вот эта вот панелька. Ну, с другой стороны. Все равно здесь вот эти вот рисочки, они более узкие. Здесь более широкие. Плату тоже смотрим. Ну, здесь она вроде одинакового цвета. Но, все равно, вот эти вот все микросхемы. Смотрим, и они отличаются. То есть, таких вот очень много. И они тормозят. Там рублей 900. Там на Озоне, на Валбересе стоят. Там даже полторы тысячи. Они тормознутые. Эти приставки, которые я продаю, продаю уже долго. Они не тормозят сами по себе. Ну, и работают отлично. По комплектации сравним сейчас. По пультам. Тоже пульты смотрим. Здесь Netflix. Здесь просто выключение. Должен быть значок Netflix. Ну, и по блоку питания тоже смотрим. Блок питания должен быть таким небольшим. Ну, такие вот критерии были. Чтобы вы просто имели понимание, какую приставку брать. Как сравнивать друг с другом. Если вам нужна такая приставка, пишите, спрашивайте. Видео. И просто пояснение скину, расскажу, покажу. И отвечу на любой вопрос. Поэтому пишите, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...